Черноротов Сергей Витальевич, офицер запаса. Живем здесь с женой в 20-м доме, живем уже 7 лет в совхозе. Естественно, что в совхозе я никогда не работал, поскольку служил в вооруженных силах, еще Советского Союза. Потом немножко застал Российскую Федерацию. А так живем здесь. Ну так получилось, случайно купили квартиру и поняли, что попали в нужное время, в нужное место. В общем, очень сильно все нам нравилось здесь. Сергей Витальевич, за кого голосовали на этих выборах и почему? На этих выборах я голосовал за КПРФ. Почему? Потому что из тех партий, которые сейчас существуют в нашей стране, на эту партию возлагались надежды, что она сможет хотя бы, ну хоть немножко что-то изменить. Было понятно, что это та партия, тоже входящая, так сказать, в правительственный блок, курируемая, понятно, кем и откуда. Тем не менее, хотелось все-таки, чтобы эта партия дала решительный такой какой-то бой вот единой России для того, чтобы все-таки, ну хоть что-то, немножко хоть изменить в нашей стране. Страна идет к гибели, это понимают очень многие люди. Были ли нарушения на участках, вы видели или слышали о таких совхозах? А у нас, к сожалению, не было здесь участков в совхозе, потому что я сам был наблюдателем в городе Видное, наблюдателем от КПРФ и присутствовал там на одном из участков. Участок мне достался, не знаю, может быть, это случайность такая, но очень нормальные, приличные люди. Вот я не видел вот этих вбросов, каких-то попыток что-то там подтасовать. Ну, в общем, спокойно, нормальная, обычная нормальная работа избирательной комиссии. Единственное, что я, ну, владею информацией по некоторым соседним участкам, на том участке, где я был наблюдателем, примерно шли вот бровь-бровь КПРФ и Единая Россия. Ну, вот, ну, правда, незначительный перевес на нашем участке был у Единой России, но по многим участкам Ленинского района я точно знаю, что КПРФ победила. А как Вы вообще относитесь к общероссийским результатам? Насколько им можно доверять, с Вашей точки зрения? Я не просто вот уверен в этом, я убежден в том, что результаты фальсифицированы. Я убежден в том, что, к сожалению, вот эти результаты, они не отражают реального волеизъявления людей. И еще хотел бы сказать одну вещь, которая меня лично, ну, вот, неприятно поразила. Это огромная вот эта апатия нашего большинства населения. Это то, что люди, ну, похоже, что уже никто ни во что не верит. И поэтому, ну, они просто не пошли. Они не пришли. И, к сожалению, когда пришло всего там 40, пусть 45 процентов, очень легко и просто фальсифицировать выбор. Особенно с учетом электронного голосования. Это вообще тут уж, ну, понятно, любой нормальный программист вам скажет, что стоит только чуть-чуть подправить программку, и все, и данные будут такие, какие вы запрограммируете. Как скажете, так и будет. Вот результаты участков, где голосовали жители совхоза, они отличаются. Там есть и 60 процентов, а Единой России там 17. А вот они разнятся с теми, что по стране, в других регионах. Как вы это можете объяснить? Может быть, люди просто не верят в то, что возможен социалистический путь развития, который предлагает КПРФ? Ну, на самом деле, КПРФ никогда не предлагала социалистического пути развития. Этот путь предлагала КПСС, но это было очень давно. Ну, на мой взгляд, это мое личное мнение, разговоры о социализме, о социалистическом пути развития, ну, на мой взгляд, это разговоры в пользу бедных. Никакого социализма в стране построить невозможно. Почему? Социализм – это первая стадия, ну, общественно-экономической формации, которую мы называли когда-то коммунистической. То есть начальная стадия коммунистической формации. Начальная стадия коммунистической формации базируется на общенародной собственности, на средства производства, на недра страны и на все остальное. У нас было все это было народным, в том числе и вот этот совхоз был народным когда-то, давно. Да и, собственно говоря, все в стране было. Поэтому сейчас говорить о социализме – это не совсем, на мой взгляд, верно. Можно говорить о том, что должен быть произведен в стране крен в отношении к людям, людей, которых сейчас наше руководство страны не уважает. Ну, собственно говоря, что там говорить, вытирают она с ноги давно уже. Вот поэтому, как во многих государствах мира, там, где люди, руководители государств думают о долгосрочной перспективе, там делают так, чтобы не было вот больших, серьезных противоречий между людьми, между не очень богатыми, очень богатыми и совсем не богатыми. То есть вот уровень доходов людей таким образом все-таки перераспределяется, чтобы не возникало острых социальных противоречий, чтобы это не вело к каким-то крупным негативным последствиям в виде различных катаклизмов, революций и всего прочего. А насколько лучше и легче живется простому трудовому человеку в совхозе имени Ленина? В совхозе Ленина, я понимаю, что живется совсем неплохо. Я уже сказал, что я не был здесь, к сожалению, не работал в совхозе. Ну, так уж вышло просто в этой жизни. Но еще раз хочу повторить, что 7 лет назад, когда мы приехали в совхоз, и когда вот просто убедились в том, что ребенка можно выпустить в 10 часов вечера, он гуляет по улице, и можно было не бояться, я хочу сказать, что на глазах заметно меняется обстановка. К сожалению, большому. И это очень неприятное явление, потому что вот этот вот дом культуры, который, вы видите, закрыт. Сюда ходили дети, здесь занимались, здесь спортзал прекрасный. Постоянно в спортзале соревнования шли, волейбол, баскетбол и так далее. Они приезжали со всего района команды. Вот я просто, ну, видел все это. И сейчас прямо на глазах вот это, видите, все приходит в запустение. Это не работает, не действует. Конечно, это для жителей совхоза не очень хорошие симптомы. Вот, а в целом нормально, здесь люди хорошо работают, нормальные зарплаты получают. Вот, поэтому для тех, кому повезло попасть на работу, вот даже обычным водителям совхоза, на обычный автомобиль, эти люди чувствуют себя нормально, уверенно. То есть, вот и здорово. И если все это будет разрушено, но, к сожалению, как-то все уж очень быстро движется к разрушению совхоза, и рейдерские атаки эти, не прекращающиеся, похоже, что когда-то они могут добиться своей цели, конечно, будет хуже намного. Будет так, как везде. Спасибо большое.